Сегодня в Тобольске открыли новый кузовной цех. К слову, его руководитель Римма Олейникова – одна из трех женщин в России, которые занимаются шинным бизнесом. На своем предприятии она создала более 50 рабочих мест. Как маленькое семейное дело переросло в крупное СТО, расскажет Ольга Куричко. Исторический момент аплодисментов! У Олейниковых новоселье кузовной цех, а также цех автоэлектрики. Семейный бизнес расширяется. Это самое современное в городе СТО, которому уже 22 года. А начинала предприниматель Римма Олейникова с продажи авторезин на рынке. Благодаря администрации нам в свое время очень помогли. Выделили нам помещение. Причем арендная плата была очень маленькая. Поддержала Нокия, поддержали Якохама. Японцы нам вообще выделили оборудование, выделили машину. Самое главное, что мы хотим, чтобы у нас был должный сервис. Сервис развивает сын Дмитрий. Площадь СТО – 10 тысяч квадратных метров. Здесь сделано все, чтобы автовладелец получал комплекс услуг в одном месте. Уже в третий раз предприниматели взяли льготный кредит инвестиционному агентству Тюменской области. Когда оборудование стоит 2-3 миллиона, чтобы скопить эти деньги, требуется достаточно долгое время. Чтобы не терять это время, мы берем эти деньги в инвестиционном агентстве и сразу же покупаем. Благодаря новым услугам коллектив вырос. Здесь получили работу более 50 табаляков. Если раньше автоследствовал, это считался мужик в гараже, который за бутылочку тебе может отремонтировать, то теперь ребята уже совсем другие. Они хотят работать, зарабатывать, чтобы репутация у них была. При финансовой поддержке инвестагентства в городе открывают частные детские сады, медучреждения, пекарни. Очень активно предприниматели развиваются, расширяются. Они привлекают не только микрозаймы, которые до 3 миллионов, но и инвестиционные займы до 50 миллионов рублей. В этом квартале будет хостел, инвестиционный проект, который также финансировался. Сейчас в Тюменской области уже две недели работает новая программа. По ней средства можно занять по 3% годовых. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.